Здравствуйте! В эфире программа Дело номер. Как всегда в начале новой недели все о криминальных событиях и самых громких судебных процессах недели минувшей. О двойном убийстве, совершенном на территории Кустанайской области, рассказали сотрудники Управления криминальной полиции ДВД Кустанайской области. О преступлении стало известно после того, как в пожарную часть Улья-Курского района поступило сообщение о пожаре в жилом доме поселка Кушмурун. Пожарные, потушив дом, обнаружили дома два обгоревших трупа. В ходе следствия были установлены, имя оказалось 39-летний мужчина и 16-летняя девушка. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено также следы, ножевые ранения на теле потерпевших. По данному факту следствием было возбуждено уголовное дело по статье убийства и в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое жителей поселка. 19-летний и 20-летний мужчина, которые ранее неоднократно были судимы, в ходе проведения мероприятия подозреваемые дали признательные показания причину убийства. Они пояснили, что распивали совместно спиртные напитки и в ходе словесной перепалки у них образовался конфликт, после чего они убили потерпевшего и потерпевшую. То есть это была падчерица и ее отчим был. Дом же ими был подложен с целью сокрытия преступления. Сейчас подозреваемые водворены в следственный изолятор ауле Кольского РОВД. В тот же день, но уже в другом районе области, были совершены два вооруженных нападения. В городе Житогоре в приемный покой городской больницы поступил 50-летний мужчина с ножевыми ранениями. По данному факту сразу сообщили сотрудникам полиции, был введен план перехват и через несколько часов был задержан житель города Житогоры. Им оказался 39-летний мужчина, не работающий ранее неоднократно судимый, который оказал сопротивление, при себе имел нож. И только после того, как нетрезвый задержанный был заключен под стражу, выяснилось, что несколькими часами ранее он аналогичным образом порезал еще одного мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью нескольким лицам». Молодой человек серьезно пострадал в результате инцидента, произошедшего в одном из спорткомплексов Костаная. В голову парня был произведен выстрел из травматического пистолета. Сообщение о происшествии поступило на пульт 102 от администрации спортивного комплекса трудовые резервы о том, что между двумя парнями произошел конфликт. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, которая провела все необходимые следственные действия. Уголовное дело возбудили по статьям «Хулиганство, незаконное охранение и ношение оружия». Состав обвинений, которые предъявят подозреваемому, возможно, в ходе следствия будет расширен. Сейчас молодой человек, по данным полиции, отпущен под залог. Орудие преступления – травматический пистолет ОСА, из которого он выстрелил соперника, изъят. 11 лет лишения свободы получил 16-летний житель Костанайской области за убийство и покушение на жизнь человека. Его 19-летнего соучастника суд приговорил к 18 годам в колонии. Преступление жители Миндагаринского района совершили летом прошлого года. Тогда они застрелили из охотничьего ружья владельца оружия и попытались таким же образом расправиться с его знакомым. На момент совершения преступления жителю Миндагаринского района Адирюбисову было 15 лет. 16-летний он встретил на днях уже на скамье подсудимых. Летние школьные каникулы он проводил в компании своего двоюродного брата, 19-летнего, ранее судимого за кражу Алексея Кривощокова. О обстоятельствах совершения ими преступления рассказал председательствующий по делу судья Жасулан Асалбеков. 23 августа прошлого года у подсудимых появилась такая идея совершить хищение. То есть они уже как бы знали, что потерпевшие в доме спят, то есть в силу охольного пьянения они спят, то есть не бодрствуют. И случай подвернулся, чтобы это хищение осуществить. Парни похитили из дома пенсионера-охотника Забалуева вещи, а также ружье и боеприпасы. Надо отметить, для этого они пошли от поселка Тенис к заброшенному поселку Талапкер в 18 километров. Возвращаясь домой, они стреляли по диким уткам, как сказано в тексте обвинения, из похищенного оружия похищенными боеприпасами. Затем ружье и патроны молодые люди спрятали на чердаке заброшенного дома и наутро вновь отправились пострелять. Но уже по бутылкам. В итоге у них осталось только 4 патрона. Тогда парни решили вновь похитить боеприпасы у Забалуева. Преднамеренно шли на неоднократное хищение боеприпасов, то есть уже второй раз. И уже в случае препятствия или как бы в случае нахождения потерпевших в доме не спящим, уже было задумано совершить данное преступление. То есть братья, надо отметить, абсолютно трезвые, сразу договорились убрать свидетелей. Причем инициатива по данному суда исходила от младшего из них. В голову хозяина, который смотрел телевизор, 19-летний Кривощоков выстрелил с расстояния менее полутора метров. От выстрела проснулся второй мужчина и когда вышел в комнату, то увидел убитого товарища и 15-летнего Бейсова, который навел на него одноствольное ружье. По команде старшего брата подросток нажал на спусковой крючок, но и произошла осечка. Мужчина бросился бежать и второй выстрел, который произвел Кривощоков, не попал в цель, что позволило беглецу спастись. Суд приговорил Кривощокову Алексея Юрьевича признать виновным путем частичного сложения наказания, назначить Кривощокову Алексею Юрьевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, 6 месяцев с комфистицией имущества. К этому сроку частично присоединено наказание, назначенное Кривощокову год назад районным судом за кражу. Поэтому в колонию срогого режима он отправится на 18 лет. Бейсов уже суд совокупности назначил 11 лет. Срок он начнет отбывать в воспитательной колонии общего режима. Сколько тяжких и особо тяжких и каких именно уголовных дел рассмотрено за год, рассказал руководитель специализированного суда Кустанайской области. И если рассмотрение громких резонансных дел об убийствах стараниями журналистов проходит практически у всех на виду, то об одной из категорий правонарушений, такой как половые преступления, можно рассказать только после их рассмотрения. Как отмечают судьи, потерпевшими во всех рассмотренных подобных делах были несовершеннолетние жители региона. Снижение наблюдается почти по всем категориям тяжких и особо тяжких преступлений, рассмотренных специализированным межрайонным судом по уголовным делам Кустанайской области. За 2016 год по сравнению с годом 2015 и дело рассмотрено меньше, и людей суждено тоже меньше. Но, как отмечают сами судьи, увеличилось количество рассмотренных рецидивных преступлений. Рецидив преступлений за 12 месяцев 2016 года признан у 6 лиц, опасный рецидив у нас признан у 18 лиц. В 2015 году рецидив признавался только у 4 лиц и опасный рецидив у 17 лиц. 10 из 82 уголовных дел, рассмотренных за год уголовным спецсудом, заведены по половым преступлениям. Это изнасилование, насильственные действия сексуального характера и развращение малолетних. Сотрудники спецсуда проанализировали состав потерпевших от действий преступников. Отмечается, что все они были несовершеннолетними, а в трех случаях возраст 4 жертв насильников и вовсе не достиг 14 лет. Три потерпевших были близкими родственниками с подсудимыми, это то есть дочери подсудимых преступлений совершенного в отношении своих детей. Одна падчерица, одна двоюродная сестра супруги, четыре односельчан и одна знакомая посредством соцсети. И одна малознакомая. По новому уголовно-процессуальному кодексу в отношении совершеннолетних потерпевших еще до основных судебных разбирательств стараются проводить так называемое депонирование. То есть специальные следственные судья, присутствие детских психологов и свидетелей лишь единожды проводят доскональный допрос потерпевших. Это для того, чтобы лишний раз не травмировать детскую психику напоминаниями о произошедшем. Процедуру удалось провести в 6 из 10 рассмотренных случаев. По закону суд при главном судебном разбирательстве не имеет права вызывать данных потерпевших, чьи показания депонированы в период досудебного расследования. И мы ограничиваемся исследованием таких доказательств, значит, оглашаем протоколы судебного заседания, их допросы, также просматриваем аудио-видеозапись. Судьи отмечают, что если в 2015 году было зарегистрировано снижение дела о половых преступлениях, то в 2016 их количество вернулось к прежним показателям. И одно из первых дел 2017 года, которое будет рассматриваться в спецсуде, также о половом преступлении. Обвиняемым в данном случае является 60-летний житель Кустанайской области, потерпевший его несовершеннолетняя пачерица. Партию наркотика весом в 2 килограмма изъяли полицейские Кустанайской области. Марихуана была расфасована в пакеты. Каждый из них содержал так называемый стакан высушенной травы. При проведении оперативно-родостных мероприятий сотрудниками ОБН УВД города Рудного был задержан 25-летний мужчина, у которого в ходе осмотра гаража было обнаружено и изъято 35 полиэтиленовых свертков с веществом зеленого цвета. Также в ходе осмотра его жилища было обнаружено еще 18 полиэтиленных свертков. Как показала экспертиза, вещество, которое в них хранилось, является марихуаной. Общий вес изъятого наркотика превысил 2 килограмма. Как отмечают полицейские, задержанный мужчина сам является наркопотребителем и нигде не работает. Осенью прошлого года указанное лицо привлекалось к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, то бишь по 286-й статье, это контрабанда наркотических средств, был задержан на посту Кайрак. Ему три года условно было назначено наказание. Возможно, неотбытый срок будет присоединен к новому наказанию, который подозреваемый назначит захоронение наркотиков в особо крупном размере. Всего же с начала года сотрудниками полиции области уже выявлено 14 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. И порядка 18 проступков. Общий вес изъятых наркотиков составил более 2 килограммов 350 граммов. Это сюда входит также и героин. У нас было изъято 3,5 грамма героина в общей сложности в текущем году. На сегодня это все. В следующий раз смотрите нас ровно через неделю. До свидания. Пусть все у вас будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok